На телеканале Лаба Время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Тысячи верующих отметили Пасху, светлое Христово Воскресенье. В Лабинске возобновили работу городские фонтаны. 1 мая в районе прошли праздничные мероприятия. И завершается подготовка к празднованию 68-й годовщины Победы. В городском музее молодежь встречается с ветеранами Великой Отечественной. Завершились пять выходных дней, во время которых жители района отметили и государственный праздник, день весны труда и православную Пасху. Из-за того, что 1 мая в этом году выпала на Страстную неделю, праздник отметили без традиционной демонстрации. В то же время власти организовали достаточное количество спортивных и музыкальных мероприятий. В этот день торжественно открыли сезон работы городских фонтанов. Подробнее расскажет Карина Огонян. Первомайский день выдался теплым и по-настоящему весенним. Жителей и гостей города в этот праздник ожидало много интересных сюрпризов. На площади Родины ученики школы СУЗов города стали участниками спортивных состязаний. Одни играли в стритбол, другие же приняли участие в легкоатлетическом забеге, посвященном Дню весны и труда. Сегодняшние соревнования и все праздничные, которые будем проходить, будут проходить на большом эмоциональном подъеме наших спортсменов, поскольку это здоровая нация, здоровое поколение. И надеемся, что они своим личным примером влекут еще больше наших спортсменов, наших людей, наших детей. И покажут, что здоровый образ жизни – это норма жизни, которая необходима сейчас любому молодому человеку, в первую очередь, чтобы двигаться, активный образ жизни вести, не думать о пагубных каких-то привычках. Я считаю, что спорт нужен для того, чтобы укреплять здоровье, закалять характер. Мы пришли сюда, чтобы показать свои спортивные достижения на глазах у всех людей, призвать людей заниматься спортом. Было весело. По улицам бродили сказочные герои, с которыми каждый хотел сфотографироваться. А в это самое время в городском парке состоялась выставка декоративно-прикладного искусства. Любой имел возможность не только посмотреть поделки, сделанные руками мастеров, но и приобрести понравившиеся сувениры. Здесь же можно было стать зрителями музыкального концерта с участием творческих коллективов города. Люди приходили целыми семьями. Царило отличное настроение, стояла солнечная погода, а радости не было предела. Сладкая вата, мороженое, воздушные шары, поездки в настоящей карете – сегодня было можно все. У меня сегодня отличное настроение. Сегодня самый хороший праздник – 1 мая. И, наверное, он будет самым развлекательным в этот раз. Хочется, чтобы он всегда был таким. Люди отдыхают, гуляют, настроение у всех хорошее. 1 мая всегда, наверное, был, есть, всегда будет. Настроение весеннее, цветы муж подарил. Как настроение? Отлично, только жарко. Чуть позже состоялось торжественное ежегодное открытие сезона фонтанов. Сегодня замечательный день. День, который в истории нашей страны всегда играл большую роль. 1 мая. Его помнят хорошо деды, его хорошо помнят прадеды, родители. Этот день как-то сложился так, что весна в полном объеме своем показывала свою красоту. Мне бы хотелось, чтобы таких дней в нашей жизни было как можно больше. В красивейшем городе добрейшие люди должны творить хорошие, добрые дела. У нас уже стала доброй традицией в этот день открывать наши фонтаны. Их пока у нас два. Но я надеюсь, что все мы вместе еще не один фонтан в нашем городе заложим. Фонтан проснулся, и в небо поднялись десятки воздушных шаров. Юные танцоры кружились в вальсе, а источник живительной влаги вновь дарил окружающим свою весеннюю прохладу. Подзвонки песни и танцы талантливых лобинских детей. У кинотеатра «Восход» жители города радовали и дарили весеннее настроение десятки ребят, исполнявших свои зажигательные праздничные номера. Здесь же прошел конкурс детского рисунка на асфальте. В общем, праздник удался. Солнце, море улыбок и радостных детских лиц. Но что может быть лучше и дороже этого? Карина Огоняна, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». 5 мая православные отметили главный праздник – Пасху. Большое количество верующих посетили в этот день храмы и побывали на кладбище Хлобинского района. За безопасность во время мероприятия отвечали не только полицейские, но и казаки. По данным правоохранителей, серьезных происшествий в местах массового пребывания людей не зарегистрировано. В храмах Лобинского района прошли праздничные бакослужения в честь воскресения Христа. Тысячи жителей побывали в храмах в пасхальную ночь. Глава района, глава города, депутаты ЗСК и Советов вместе с прихожанами встретили светлое Христово Воскресенье в Свято-Успенском храме. После завершения всеночной службы настоятель предоставил слово для поздравления Александру Сачикову. И сегодня на планерном совещании глава района поздравил аппарат с Пасхой и в целом дал оценку прошедшим мероприятиям. Отец Александр Александрович, глава района, поздравил людей, сказал хорошие, добрые слова в адрес района. Людей действительно было, вот возрастной состав, молодые в основном люди, где-то возраст, 25-ти вот так было, 50-ти много очень было. Мужчин, женщин, детей было много. Я хочу сказать, что вот сама культура, порядок, это намного выше, нежели это были тогда предшествующие годы. Поэтому на хорошем таком уровне прошли праздники, в добром, светлом уровне. В основном настроение людей было такое, как бы, приподнятое, праздничное настроение. Около 15 тысяч человек, по данным администрации, в этот день посетили городское кладбище, к которому был организован бесплатный проезд общественных транспортов. Александр Сачков дал указание усилить работу дорожных служб 13 мая, когда к местам захоронений вновь отправится большое количество жителей. В целом, пасхальные мероприятия в районе прошли без происшествий. Теперь в администрации обсуждают уровень подготовки к празднованию Дня Победы. В каждом поселении должны пройти мероприятия. Необходимо уделить внимание каждому ветерану и, учитывая возраст фронтовиков, обеспечить медицинское сопровождение. Максимально я попрошу Рената Равильевича, чтобы по своей линии команду дал фельдшерам, руководителям участковых больниц, чтобы везде бригада присутствовала, там, где будут ветераны войны. Посмотрите места проведения митингов, где размещать этих ветеранов, полевые кухни, чтобы это было в тени, чтобы это было максимально комфортно и удобно. У вас их осталось, безусловно, единицы уже тех людей, которые могут по состоянию здоровья принимать участие. Но это не говорит о том, что те ветераны, которые прикованы к постели или которые передвигаются в пределах своего двора, должны быть обделены вниманием. Лично нужно посетить, с общественностью поздравить. В Лабинске 9 мая пройдет традиционное шествие трудовых коллективов. Оно начнется от кинотеатра «Восход», затем на площади Победы состоится митинг с возложением цветов к мемориалам. Сейчас идут последние приготовления, а во вторник в городском Доме культуры с фронтовиками встретится глава района. В преддверии 68-й годовщины со Дня Победы в Лабинском районе проходят встречи с ветеранами. В Музее истории краеведения состоялась встреча студентов аграрного техникума с Василием Богданом. Василий Стефанович – ветеран Великой Отечественной войны, более 30 лет он проработал преподавателем в этом образовательном учреждении. Сегодня фронтовик с удовольствием встречается с молодежью и делится воспоминаниями. Василия Стефановича Богдана, ветераны Великой Отечественной войны, студенты-первокурсники из Лабинского аграрного техникума встречали стоя. Беседа фронтовика с молодежью состоялась в Музее истории краеведения, в зале экспозиции которого посвящены тем страшным и уже далеким сороковым. Вот сегодня у нас на встрече присутствует ветеран Великой Отечественной войны, механик-водитель легендарного советского танка Т-34. Детство Василия Стефановича прошло в Курской области. Родился в многодетной семье. Много в те годы приходилось трудиться. Первый день войны застал его, как и других ребятишек-сверстников во время школьных каникул. В 43-м Василия Стефановича призвали в армию. Далее он был направлен в танковую школу, а оттуда на фронт, где и пришлось на боевой машине противостоять врагу. Сложность такая была, что постоянно мы под прицелом противотанковых пушек вражеских, когда идет наступление. Мы же идем первыми. Но самое сложное на войне, как признался Василий Стефанович, справиться с собственным страхом. Страшно было. И я уже потом понял, что именно мужество заключается не в том, что человек не боится, а в том, чтобы обуздать, побороть этот страх. Интересно было будущим механикам услышать об устройстве и боевых характеристиках знаменитого Т-34 от человека, который сам воевал на нем. Василий Стефанович был задействован в операции «Багратион». Участвовал в боях за освобождение Польши. Там и получил он тяжелое ранение. Ранение оказалось настолько тяжелым, что надолго приковало Василия Стефановича к больничной койке. Там после очередной операции и встретил он победу. Вдруг я очнулся, и страшный грохот за окном. Стреляют пулеметы, бьют автоматы, ракеты. Я думаю, ничего, что такое война? Я же уже вспомнил, что я в Харькове. Тут сестричка убегает, хлопчики на Украине. Победа преподбегает. Меня целует других. В копилке Василия Стефановича много медалей и наград, среди которых особо ценный орден славы третьей степени. Ветеран рассказал ребятам, что сейчас в силу возраста, а в этом году ему исполнится 87, память часто подводит. Но довоенное и военное время фронтовик помнит, как будто все произошло вчера. И уверен, что не забудет те годы никогда. Тем более, что до сих пор приходят к нему, напоминают о себе, друзья-сослуживцы. В воспоминаниях и сновидениях. Приближение этого праздника уже как-то волнует. Уже ночами начинают сниться боевые тревоги тех далеких дней. И вспоминается песня «Майскими короткими ночами». Отгремел, отошли бои. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои? Татьяна Чистова, Игорь Еремин, телекомпания ЛАБА. В этом году губернатор края Александр Николаевич Скачев на краевом совещании заявил, что к 2016 году очереди в дошкольные учреждения на Кубани должны быть полностью ликвидированы. И уже в текущем году, по словам главы региона, в каждом районе должны появиться новые места в детских садах. Наши корреспонденты побеседовали с начальником управления по дошкольному образованию в Лабинском районе Ольгой Грищенко и узнали, какие мероприятия запланированы и уже реализуются у нас в районе. Рассказывает Татьяна Чистова. Всего в Лабинском районе немного меньше 6 тысяч детей дошкольного возраста. Из них детские сады посещают около 4 тысяч малышей. Это примерно 68% от общего числа. Согласно губернаторской программе, охват детей дошкольным воспитанием к 2018 году увеличится до 80 с лишним процентов. Решать проблему нехватки мест запланировано сразу несколькими способами. Это строительство новых, ремонт и реконструкция уже имеющихся учреждений, а также возведение модульных помещений. Уже в текущем году в Лабинском районе будет введено 66 дополнительных мест, а до 2018 их количество увеличится еще на 600. Мы планируем открыть 40 мест в 6 детском саду, сейчас на элеваторе, который уже функционирует. Ремонтируем их, это крыло, пятый детский сад на МЭЗе, сейчас там реконструируют помещение, еще мы будем принимать туда 20 детей дошкольного возраста. И также две группы семейного воспитания, 6 человек. На следующий год планируется, сейчас идет у нас работа по определению участков землепользования, по строительству двух детских садов на Хлебородном и на Химической 35. Эти сады будут строиться в 16 и 17 годах, что позволит нам ввести 220 мест, 110 в одном детском саду и 100 мест в другом детском саду. Также в планах нашего района мы забираем по Ватутина улице, сейчас у нас там ЦРБ, находится здание в их ведомстве, возвращаем себе и также реконструируем детский сад, 110 мест еще введем. По улице Фрунзе 1, там была школа номер 12, этот детский сад тоже будет наш, вводим туда 80 мест. При условии, что мы попадем в краевую программу по развитию социальной инфраструктуры муниципального значения. Вводиться новые места будут не только в городе, но и в сельской местности. В 2014 году начнем мы строить детский сад в Хуторе-Харьковском на 40 мест. Такие детские сады запланированы на 17 и 16 годы в поселке Мирном на 40 мест и в поселке Черная речка тоже на 40 мест. Также на следующий год планируется, у нас есть очередность в двух сельских поселениях, это Станица Вознесенская и Станица Засовская. При этих детских садах будут открыты две модульные группы, то есть к существующемуся зданию пристраивается модульная группа на количество на 20 мест. И очередность в этих сельских поселениях будет ликвидирована полностью. Финансироваться программа будет за счет краевого и местного бюджетов. За все годы у нас общий объем финансирования до 2018 года 288 миллионов. Конечно, мы одни, муниципалитет, наши эти деньги, конечно, это очень будет сложно освоить. 10% будет наше, 90% будут краевые деньги. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Но сейчас узнаем о погоде, я передаю слово Ирине Бирюковой. Ирина, что говорят о погоде синоптики? 7 мая синоптики обещают облачную погоду, возможные осадки в виде дождя. Подробнее через несколько минут. Этот выпуск новостей подошел к концу. До свидания. Всего доброго.